Ну, в Москве в эти минуты идет прощание с Фазилем Искандером. Всемирно известный писатель скончался 31 июля на 88-м году жизни. В Центральном Доме Литератора уже собираются почитатели таланта, коллеги и близкие классика советской и российской литературы. Гражданская панихида начнется в 12 часов. Похоронят Фазилия Искандера на Новодевичьем кладбище. Сегодня объявлен День Траура и на родине писателя в Абхазии. Кстати, многие сюжеты его произведений разворачиваются именно там, в селе Чигем, где писатель провел значительную часть своего детства. Известен Фазилия Искандер своими романами с Андрой из Чигема «Человек и его окрестности», повестями «Стоянка человека», «Кролик», «Еудавы», «Созвездие Козлотура» и «Софичка». Не менее популярны его стихи. Начал писать Фазилия Искандер более полувека назад. Но и сейчас его произведения с удивительно живым и филигранным языком не потеряли своей актуальности. Произведения Фазилия Искандера переведены на все европейские языки, также на китайские, даже японские. Менялся с одним мальчиком книгами. Я ему дал приключения Шерлока Холмса Конан Дойля, а он не один из разрозненных томов Гегеля, лекции по эстетике. Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Вообще, я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Безусловно, Фазилий Искандер – это один из ярчайших представителей советской, ну и российской литературы. Безусловно, о нем будут скорбить все поклонники его произведений, да и вообще литературы в целом. Что бы в этом институте мне пришло в голову, что проще и выгоднее писать?